Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Мы снова после выходных на финансовых площадках и продолжаем следить за ключевыми фундаментальными событиями. Сегодня в Штатах выходной день, отмечается День Президента, поэтому у нас есть возможность довольно легко, скажем, адаптироваться после выходных к рабочим трудовым будням, собраться силами и подготовиться к тем релизам, которые, друзья, будут на этой неделе. Статистики хватит всем из вас, независимо от того, каким активом вы спекулируете. Сегодня в 16.30 по московскому времени пройдет очередной вебинар «Правильный понедельник», где мы крупными мазками разберем фундаментальный фон прошлых недель и также детально поговорим, друзья, о том, что же можно взять за основу трейдинга на этой неделе. Поэтому, если есть возможность, с большим удовольствием вас всех приглашаю именно на сегодняшнее мероприятие. Ну что ж, давайте теперь поговорим о том, что интересного случилось за минувшие выходные, да и, в принципе, в ходе торговой сессии пятницы. Нефть у нас котируется на отметке 57.18. Друзья, если вы спросите у меня, почему нефть растет, у меня не будет ответа, потому что с точки зрения фундамента я вижу очень хороший потенциал для того, чтобы этот актив оставался под давлением. Мы знаем то, что многие из вас, кто вместе со мной находится в коротких позициях, в принципе, согласятся. Что у нас в плане распространения китайской коронавирусной инфекции? На текущий момент последняя статистика огласит следующее. 71.334 заболевших, смертность, друзья, также подросла, 1775. Ну и количество выздоровевших также скакнуло больше, чем на 40%. 11.088. Хорошая динамика. Я только за обеими руками, за, друзья, чтобы как можно быстрее мы переварили всю эту историю. И, в принципе, она осталась в прошлом, чтобы мы переключились на традиционный фундамент. Но пока что факт остается фактом. Мировая экономика очень сильно переживает за то, что с ней произойдет по причине распространения этой коронавирусной инфекции. Очень интересную статью прочитал по поводу негативного влияния на мировую экономику. И касательно того, что в плане последствий ждет Китай. На текущий момент, по предварительным подсчетам, друзья, Китай уже потерял больше 1 триллиона юаней. Китай потерял 150 миллиардов долларов. Что касается темпов экономического роста, то еще две недели назад мы пытались с вами прогнозировать и определить вот этот негативный эффект. И я думаю, что если взять среднюю оценку, не только мою субъективную, а оценку также и инвестбанков, и моих коллег из других компаний, то Китай может потерять до 1,5-2%. Друзья, ну, оптимистичная оценка потери около 1%. Но это все равно очень много. Goldman Sachs, видя те трудности, с которыми уже столкнулась китайская экономика, все-таки эпицентр находится там. Спрос на нефть. Определили падение спроса на нефть со стороны Китая. Друзья, готовьтесь к этой цифре. 4 миллиона баррелей. Это, опять же, на контрасте того, что может быть предпринято, скажем, странами ОПЕК для того, чтобы нейтрализовать эти негативные последствия и снизить объем добычи, как вы помните, обсуждали в техническом комитете, на 600 тысяч баррелей. Ну, то есть совершенно несопоставимые цифры. 4 миллиона баррелей – это много. В частности, Goldman Sachs с этим понизили прогноз роста спроса на нефть вдвое – с 1,1 миллиона до 600 тысяч. Раньше на неделе ОПЕК и Администрация аналитической информации также понизили прогноз спроса на нефть. Но этого сейчас не сделает только ленивый. Это очевидно, друзья. Кристаллина Георгиева, которая возглавляет Международный валютный фонд, выступая в Дубае в это воскресенье, также обозначила мрачные перспективы для мировой экономики. Сейчас прогноз роста мировой экономики держится в районе 3,3%, но она фактически уже нас подготовила к тому, что эффект от коронавируса будет разрушительным, поэтому можно будет готовиться к тому, что спрос, точнее, роста мировой экономики, он логичным образом замедлится. Поэтому, оценивая, что, опираясь на цифры, Китай – это 20% мировой экономики. Спрос на нефть со стороны ключевого потребителя снизился. Мы видим мрачные перспективы роста всей мировой экономики. Мы видим статистику, запасы нефти в США растут. Это также, друзья, негативный фактор. Поэтому лично я бы рекомендовал присматриваться к нефти только с точки зрения продаж, а если вы находитесь в коротких позициях, будьте абсолютно уверены в том, что фундамент продолжит давить на этот инструмент. Евро против доллара 1,0839. Друзья, я думаю, что мы можем ориентироваться на точно пробой отметки 1,08. В пятницу вышли данные по темпам экономического роста Германии. Отчет 0%. Рост – это значит, экономика стагнирует, и я думаю, что уже следующий квартал – это рецессия. По еврозоне ситуация также плохая. Мы ниже единицы по экономическому росту 0,9%. Поэтому с такой статистикой мы стали на огромный шаг ближе к новым мерам экономического стимулирования. Цели разные. Многие видят даже возможность снижения евро к отметке 1,05. Друзья, посмотрите на Кайман. Компания Markets – это индикатор позиционирования рыночных настроений. Вы сможете увидеть, что на текущий момент очень много трейдеров считают то, что евро достиг своего дна. И, как говорится, торгуй против толпы и не поддавайся всеобщему заблуждению. Еще одна причина, почему евро можно продавать. Фунт против доллара 1,3044. Несмотря на то, что на прошлой неделе по факту кадровых перестановок в Министерствах Англии, в Министерстве финансов, фунт нашел повод для роста, я считаю, что сомнительные основания. На этой неделе будет очень много статистики. Завтра рынок труда, в среду данные по инфляции. И в пятницу сразу два отчета – это активность в сфере услуг и в производственном секторе. Ориентируюсь на плохие цифры и думаю, что на рынок вернется. Опять же, и ожидание новых стимулов со стороны Банка Англии. Но и все-таки не нужно забывать, что очень велико сейчас и очевидно сомнение, что Англия сможет найти общий язык с ЕС касательно торговой сделки. Поэтому можете винить меня сколько угодно, друзья, но я не преклонен в плане медвежьих перспектив фунта и считаю, что фунт обречен на снижение в районе отметки 1.2850-1.28. Австралии с против доллара 0.6731 в четверг данные по рынку труда выйдут. По прогнозу, уровень безработицы, скорее всего, вырастет. Поэтому будем использовать слабую статистику по рынку труда. Это главный индикатор принятия решения по процентной ставке. Как фактически ковровая дорожка перед апрельским заседанием и стимулы, чтобы все-таки Банк Австралии снизил ставку. О последствиях негативных и в плане туризма из-за коронавирусной инфекции и пожаров я уже очень много говорил, поэтому считаю, что австралийцы обречены на дальнейшее снижение. Доллар иена 109.82 топчется на месте. Видите, очень велико сейчас сопротивление двух борющихся сил. Опять же, доллар опирается на сильную статистику. Иена также не отпускает из-за того, что страх в мировой экономике еще присутствует. И золото, кстати говоря, это доказывает. Золото растет 1582 доллара за тройскую унцию на отметке 1600. Друзья, я буду выходить из длинных позиций. Ну, рекомендую для тех из вас, кто хочет уже беспроигрышно посмотреть на перспективу какого-то инструмента, глянуть на индекс доллара, который сейчас находится на уровне 98.98. Это хай с октября 2019 года. Думаю, что сотку мы точно перепишем. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.